Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня с вами рассмотрим великолепную партию челябинского мастера Александра Ширяева. Несмотря на свой юный возраст, по-моему, ему даже не 20 лет, он продемонстрировал очень высокое понимание игры и победил гроссмейстера из Москвы Никиту Славянова. Значит, леталка С3 летит на H4, H6 летит на С5. Александр играл черными. Ну, видите, у белых перегружен правый фланг, если доску разделить пополам, видите, у них 7 шашек на правом фланге, на левом лишь 5. Поэтому обычно в таких позициях, это гамбитная позиция, играют, наоборот, своим правым флангом, потому что он более сильный. Последовал ход GF4. Александр здесь долго думал, партия была с классическим контролем, то есть около часа на размышления каждому сопернику. Но здесь он нашел очень сильный ход GF6. Это лучшее продолжение в этой позиции. Теперь у белых есть три хода. БЦ3, ФЖ3 и ФЖ5. Никита Славянов сыграл ФЖ5. Мы его рассмотрим в конце. Вначале рассмотрим ходы ФЖ3. После ФЖ3 у черных преимущество. Играем ФЕ5. И у белых есть два хода. После БЦ3 у черных приятный выбор. Либо давить центром, то есть разменявшись СД4 с более приятной позицией. Но здесь, правда, связка есть, центра. Она довольно-таки неприятная. Но, в принципе, компьютер, говорит, здесь у черных поприятнее. И есть второй вариант. Более простой. Просто разменяться вот так. Размен 2 на 2. Белым приходится также меняться, иначе у них будет хуже. И снова, видите, у черных более приятная позиция. Здесь, кстати, еще сработал психологический расчет. То есть Александр все-таки мастер спорта, а Никита Славянов гроссмейстер. Поэтому гроссмейстеру ФЖ3 на отбой играть как-то не хочется. Еще был интересный ход в этой позиции БЦ3. Теперь черные могут снова очень сильно сыграть. Кроме хода БА5 с интересной симметричной позицией можно неожиданно сыграть ФЖ5. Вот зачастую в подобных леталках бывает подобный план игры. И у белых есть 4 хода. СД4, СБ4, АБ2 выждать и ФЖ3. В принципе, на РФЖ3 наиболее правильное продолжение. Черные нападают. Надо закрываться. Ну и здесь возникает примерно равная позиция. АЖ7. Здесь надо сделать точный ход СБ4. СД4 играть плохо из-за окружения. Ну и на нападение надо меняться 2 на 2. Иначе опять же у белых будет плохо. Ну и после размены играем АБ2. И создается примерно равная позиция. Черные окружают. У белых центр. Но застряла шашка H2. Поэтому позиция равна. Также в этой позиции рассмотрим ход СД4. Вот после этого хода уже у черных большое преимущество. Они меняются. Вот таким образом. И у белых 2 хода. ДЦ3 и ФЖ3. Ну а Б2 нельзя из-за простого удара. ДЕ5 и черные попадают в дамки. После ФЖ3 позиция белых находится на грани поражения. Нападаем. Уже АЖ4 приходится закрываться. И делаем точный ход. ФЕ7. Теперь СБ2 за белых уже проигрывает. Играем АЖ7. Ну и на единственный ход. БЦ3. Меняемся. СБ4. Видите. Создается сочетание шашек белая А1 и черная А3. При отсутствии белой шашки на поле С1. Поэтому позиция черных здесь стратегически выиграна. Также плохо в этой позиции меняться ФЕ5. Потому что черные выигрывают шашку. АЖ5. То есть грозит ЕД6 и белые останутся без шашки. Но здесь белых спасает комбинация. ЕФ6. Ну и черным надо выигрывать шашку. ЕД6. И вот здесь белые могут провести комбинацию. Только она спасает их от поражения. Можете поставить видео на паузу. И попытаться ее найти. Белым надо играть АЖ7. Затем АБ4. Лучше побить с перебоем. Затем белые пропускают черных дамки. Ловят дамку. И вот в этой позиции черные победить не могут. Такой интересный механизм. Уравнение за белых есть. Но это чуть ли не единственная ничья, друзья. Поэтому ход ФЖ3 здесь очень плохой. Лучше в этой позиции играть ДЦ3. То есть в чем идея. АЖ7 нельзя здесь уже из-за комбинации белых. Также можете поставить видео на паузу. И попытаться ее найти. Белые играют СБ4. Затем пропускают черных дамки. И эту дамку ловят. Такой известный механизм. Ну и здесь белые постепенно побеждают. Затем дамку спрячут на поле С1. Я называю это спрятать дамку в мешок. Вот такой прием. И легкий выигрыш у белых. Поэтому в данном положении после хода ДЦ3 приходится играть ФЕ7. Ну и здесь возможно следующее продолжение. Допустим, СБ2. АЖ7. ЕД4. Кстати, вот здесь уже играть совсем плохо. Побили, побили. ЕД2. Точный ход. Ну и после единственного хода СБ4. И размена у белых очень тяжелая позиция. Например, ФЕ3, ДЦ7. АЖ3, ФЖ5. ЖФ4, ЕФ6. АБ2, СБ6. Белые вроде бы занимают центр. Но этот центр очень рыхлый. Видите, шашка Б2 застряла. Черные меняются назад. Не дают СД4 из-за ДЕ5. Ну и соответственно СБ4 и АБ4 нельзя. Приходится играть ФЖ3. Тогда нападаем. Ну и после единственного хода СД4 черные побеждают. Такой нехитрый выигрыш был у черных. Поэтому меняться ЕД4 очень плохо. Отмечу красным. Правильно меняться СБ4. У черных до сих пор очень хорошая позиция. Но здесь, к сожалению, выигрыша нет. У белых есть такой план уравнения. АЖ3, точный ход. Надо связывать белых. И затем играют ЕД4. Приходится меняться назад, так как грозит ДЦ5. И вот здесь белые жертвуют шашку. Играют ЖФ4. И затем ее отыгрывают. И позиция уравнивается. Это опять же чуть ли не единственный план уравнения за белых. То есть, как видите, здесь позиция очень слабая. После хода СД4. Отмечу его красным. Я считаю это ошибкой. После СБ4 у черных также преимущество. Играем Б5. Допустим, СБ2. Здесь, видимо, надо бить уже две шашки. Постепенно уравнивая позицию. А если побить одну, так же позиция будет с преимуществом у черных. АЖ7 развиваем свой сильный левый фланг. Ну и на ход Б5 играем ЖФ4. Белые выжидают. Нападаем. Допустим, разменялись. И создается известная позиция. Вот здесь ход белых СД4 уже проигрывает. Играем ФЖ5. И вот эта симметрия. Она известная. Начинающий здесь проигрывает. В данном случае белые. Кто не знает, как тут выигрывать за черных. Подсказку оставлю в верхнем правом углу. Я эту позицию неоднократно уже разбирал. Начинающий проигрывает. Поэтому в данном положении правильно играть, конечно, с ЖФ2. И рассмотрим партию двух международных гроссмейстеров. Двух чемпионов мира. Юрия Королева и Сергея Белошеева. ФЕ5. СД4. Побили, побили. ДЕ7. Здесь черные победить не могут. ДЦ3. Хотя у них преимущество. Черные меняются. Надо бить назад. Иначе плохо. Играем АБ6. Ну и вот здесь... Подходим, подходим. Не стесняемся. Вот здесь у белых после хода ДЦ3 и нападения ЦБ4 есть красивая комбинационная ничья. ЕД4. Затем ФЖ3. Затем ФЖ5. Затем ДЦ5. Отдали 4. Забрали 4. И ничья. Вот это чуть ли не единственная ничья в данном продолжении. Возвращаемся к этой позиции. То есть рассмотрели ходы. ФЖ3 плохо играть. СД4 тоже плохо. ЦБ4 тоже плохо. Остается играть АБ2. Вот это, наверное, самый сильный ход данной позиции. Играем АЖ7. Ну и на ход ЦД4, ЖФ6. БЦ3, ФЕ7. И у белых есть два хода. После ФЖ3 приходится уравнивать позицию. Черные нападают. Надо меняться. И вот здесь белых выручают только размен. На ход ЖФ2 играем ЕФ6. АЖ3 совсем плохо играть. У черных там, по-моему, выигранное положение или большие шансы на выигрыш. Здесь надо срочно меняться. Назад. Избавляться от связки. Ну и здесь белые постепенно уравнивают позицию. Хотя преимущество, опять же, у черных. За счет центра. Также в этой позиции, кроме хода ФЖ3, была интересная жертва. ФЕ5 и ЦБ4. Приходится закрываться. Тогда нападаем. И надо играть БА5. Здесь черные, опять же, у них позиция более приятная после всех разменов. Бьем вначале на Ц5. Заставляем белых сдвинуть шашку. И затем после размена нападаем в ЖФ4. Так и так плохо очень. Отмечу красным. Ладно, это неправильно. Это здесь создаются позиции с большим преимуществом у черных. А белых спасает лишь ход ЕФ2. Далее, возможно, такое форсированное продолжение. ЕФ6. ЦБ2. Снова единственный ход у белых. Здесь уже черным надо играть аккуратно. Иначе белые могут перехватить инициативу. ДЦ7. БЦ3. ЦБ6. Горозим связать белых. Белым надо нападать. БЦ7. Такой, вроде бы, несуразный ход. Но на самом деле он очень сильный. Теперь у белых снова единственный ход. ЕД4. Остальное плохо. Ну и здесь черные еще поддавливают. ДЕ5. Белым надо меняться. БЦ5. ДЦ3. Грозим напасть. Надо играть ЕФ5. Ну и белые здесь форсируют ничью. Жертвуют шашку. Нападают. И обе стороны проходят дамки. Это позиция ничейная. Можете убедиться в этом сами. Как видите, в этой позиции, после хода БЦ3, у ИФЖ5, у черных везде более приятные позиции, а то и большое преимущество. Поэтому кроссмейстер Никита Славянов решил в этой позиции разменяться. ФЖ5. Но здесь черные получили также большое преимущество. Смотрите. Б5. ЖА6. ЦБ6. Оба соперника выжидают, у кого первого закончатся ходы. И здесь выясняется, что белым некуда ходить. То есть, если сыграть сюда, последует размен 2 на 2. Если сыграть ЖФ2, тогда следует ход ФЕ5. И снова убил их плохо. Поэтому приходится играть ЖФ4. Тогда черные меняются. Обычно после такого размена, видите, у черных отсутствует шашка Е7. Поэтому продолжение здесь, позиции здесь обычно равные. Но в данном конкретном случае у черных огромное преимущество. Смотрите, как Александр его реализовал. ДЕ7. Черные снова построили пирамидку. А Ж3. Белые подтягивают отсталую шашку. Черные также начинают тянуть отсталую шашку. ЖА4. ЦБ4. Черные начинают атаковать. Белые выжидают ЖФ2. И черные также выжидают. Вот здесь у белых два варианта. Если они пойдут на гамбитную позицию, сыграть ФЕ3, это уже проигрывает. Допустим, ЖФ6. ЕД2. ВА3. ВЦ3. Видно, что в этой позиции у белых застряла шашка А1. Именно она является причиной поражения белых. ВЦ5. ФЖ5. АБ6. Точный ход. Ну и на ход ЕФ4. Нападаем. Приходится меняться. Вылазим в центр. Ну и после единственного хода. ФЖ3. Играем ЕД6. Приходится играть ЖФ4. Лучшего нет. Тогда нападаем. Белые жертвуют две шашки. Еще надеются на ничью. Здесь положение черных выигранное. Например. Возможно, такой вариант. ДЕ5 ставят дамку. ВЦ3. То есть черные грозят построить колоночку. Разменяться. И просто выиграть. Поэтому. Белым здесь надо играть. ХЖ5. Допустим. ЕД4. Можно так еще сыграть. Да. Наверное так. Точнее. Потому что. Так можно и не выиграть. Да. На любой ход играем ЕД4. Ну и после хода ЖФ6. Играем СД2. Меняемся. Белые вроде бы проводят две дамки. Но эти дамки. Видите. Долго не живут. Одна тут же ловится. Ну и за счет огромного материального перевеса. У черных две лишние шашки. Черные здесь постепенно побеждают. Здесь проблем нет. Поэтому здесь Никита посчитал данное продолжение. ФЕ3 не стал играть. Это уже практически проигрывает. Он отклонился от гамбитной позиции. И напал БА3. Александр здесь делает блестящий ход. Ну. ЖФ6. И меняться на бортик плохо. Видите. Здесь уже у белых будет преимущество. Потому что в центр бить нельзя. Из-за несложного ударчика. ФЕ5. ФЕ3. И побеждают уже белые. Это понятно. Поэтому в этой позиции Александр делает блестящий код. БЦ3. В чем идея? Шашка Ц3 оказывается неприкосновенна. Нет нападения. ЦБ2 из-за комбинации. ЖФ6. И ДЕ5. И черные побеждают. Так же плохо играть АБ4. Как было в партии. Черные жертвуют шашку. Приходится бить сюда. И делают тонкий ход. ЖФ6. Ну. В Ц5 нападать было нельзя. Потому что комбинация. Видите. И белые попадают в дамки с выигрышем. Поэтому делают тонкий ход. ЖФ6. И вот здесь белые окончательно ошиблись и проиграли. Ну. Хотя. Конечно. Ничья была просто сумасшедшая компьютерная. Вот в этой позиции. К ничьей вела только ответная жертва. АЖ7. У черных огромное преимущество. Но как ни странно выигрыша нет. Например. АБ2. ФЕ5. Белые меняются назад. Видно что черные сейчас свяжут белых. Но здесь как ни странно выигрыша нет. ФЕ5. Белые меняются. ЦД4. И черные бьют шашкой А3. А5 на Ц3. Вынуждая белых ретироваться. Затем черные продолжают атаку. Надо нападать. И вот здесь к ничьей ведет только БЦ3. То есть черные грозят поставить дамку. Затем провести обе шашки в дамке. И выиграть. Но после хода БЦ3 выигрыша нет. Черные нападают. И вот здесь надо сделать еще один сумасшедший ход для ничьей. Снова проигрывает ФЖ7. Ничьей ведет только АБ4. ФЖ7. И Ж8. Здесь создается известная позиция шашиста Баранова. То есть допустим ДЦ5 АЖ7. ЦБ4 Ж8. АБ6. Уходим на А1. Ну и после хода БЦ5 играем на поле АЖ8. И вот эта позиция, друзья, запомните. Если ход белых, она выиграна за черных. А если ход черных, здесь у черных нет темпа для выигрыша. Поэтому партия заканчивается ничьей. Позиция Баранова. Возвращаемся к этой позиции. В партии, конечно, такое АЖ7 найти просто нереально. Поэтому Никита сыграл АБ2. Но я думаю, что 99,9% шашистов сделали бы именно этот ход. А вот здесь уже черные побеждают. Черные нападают. Так, неправильно. В этой позиции надо было играть АЖ7. А белые сыграли ФЕ3. Вот этот ход уже проигрывает. Черные нападают БЦ5. Ну и здесь все форсировано. АБ2. Черные отыграли шашку. Играют АБ6. СД4. БЦ3. АБ6. Вот здесь черным надо играть так же предельно точно для выигрыша. Не ведет к выигрышу ДЕ5. Размен он напрашивается. Но здесь выигрыша нет. Белые играют СД2. Ну и после хода ФЕ7 все-таки добиваются ничьей. Например, АЖ5. ДЕ5. Приходится меняться. Так как АЖ3 нет из-за удара по затылку. Допустим, Ж8. АЖ3. АЖ7. АЖ3. Ж8. Ж2. ЕФ4. Ну и на постановку дамки здесь проще всего форсировать ничью таким образом. Отдаем две шашки. Затем ловим дамку черных. Ну и здесь грозим занять большую дорогу. Поэтому приходится играть АБ2. Просто обрезаем шашки черных по тройнику. И черные победить не могут. Поэтому вот здесь, друзья, в этой позиции. Запомните ее раз и навсегда. Меняться ДЕ5 нельзя. Это ничья. Правильно играть БЦ5. Ход кажется глупым. Ведь после СД4 и СБ6 у белых комбинация. Но эта позиция выиграна, оказывается, за черных. Александр все предусмотрел. То есть после комбинации черные сделали точный ход. Дамкой на Е1, не давая занять большую дорогу. Белые уходят. И вот здесь следует блестящий ход. Дамкой на H4. Это позиция из практики гроссмейстера шестикратного чемпиона СССР Зиновия Цирика. Надо играть именно на H4. В чем идея? Если бы черные сыграли по инерции и заняли большую дорогу, то белые здесь делают ничью. Нападаем. Надо отходить. Уходим на G5. Контролируем тройник. И вот здесь выигрыша нет. То есть, видите, черные не могут перевести свою дамку на H8, потому что белые не дают им это сделать. Ну, допустим, D7, G2, напали. Видите, белые контролируют нижний двойник и никак их оттуда не выкурить. Если же черные занимают большую дорогу, тогда белые нападают и заходят в любки с ничьей. Вот это известное окончание. Запомните его. Поэтому после комбинации плохо играть дамкой на С3, это только ничья, надо играть дамкой именно на H4. Белые вынуждены покинуть. Косяк. И черные занимают большую дорогу. Здесь уже белые проигрывают. Ну, допустим, так, так, так. Черные начинают вести дамку вторую. И белые здесь им помешать не в силах. Все. Создается известное окончание. Проводка шашки С1. Здесь Саша Ширяев так же четко провел третью шашку в дамке и легко победил. Вот такая техничная и красивая партия. Друзья, не забывайте поддерживать мое творчество лайками и подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Спасибо. Спасибо.